Мир вам, дорогие врачи и сестры, хочу поделиться большой радостью. Именно в день памяти Григория Ефимовича Распутина в молитву этого благочестивого старца состоялись две замечательные встречи. Отличная радость для меня лично, для нас всех, кто был со мной рядом, для братьев. Вот одна из этих встреч с давно известным мне человеком Валерием Смирновым, Валерий Смирновым. Именно с Валерием несколько лет назад мне рекомендовал встретиться в наш регион, спасательником монастыря. Но тогда эта встреча не составилась, поскольку просто даже не успел взять этот храм. Мне сказали, что вы или звонали, с вами лежали, но не получилось. Но спустя несколько лет я могу уже сказать точно, сколько нам было встретиться. И я очень рада эту встречу, потому что она снова объединяет, а не понимание чистоты и святости древнего благочестия, знаменого распера и отношения к тем тяжелым ранам на Тебе Церкви, которую мы до сих пор видим и переживаем как член этой Церкви. И первый вопрос, который я бы хотел задать Валерию, о том, как он познакомился вообще с Борисом Павловичем Кутузовым, в общем, который стал приводником нашей встречи сегодня. И об отношении Валерии к знаменому распера, насколько сегодня необходимо возрождение этого пения и какие последствия духовной жизни для Церкви в потере этой традиции. Борисом Павловичем Кутузовым я познакомился через его книгу непосредственно. К тому времени я в церкви находился уже сознательно, где-то лет 20 я ходил в храм, потому что пришел в храм еще в советское время, до либерально-демократической революции 91-го года. И за эти 20 лет, пока я был в храме, причащался, исповедился, как все православные христиане старался себя вести, вот, я накопилось огромное количество вопросов и по богослужебным текстам, и по той культурной традиции, которая сформировалась в нашей Церкви к этому моменту. То есть вопросов было очень много, и ответы, к сожалению, на эти вопросы я не получал. И возник некий духовный голод в моей душе. Ну вот, может быть, нам не сбылись слова Спасителя, что «блаженно, алчащие, жаждущие правды и пути не насытятся». Вот действительно, было такое, какое-то ощущение. Я ездил по монастырям по древним, ходил вот по, так сказать, вокруг этих монастырей, древние стены, и я чувствовал, что что-то в нашей Церкви произошло, чего я не знаю, но что-то произошло, и почему-то это от нас скрывается. Вот, в церковных лавках совершенно нет никакой литературы на эту тему, все хорошо, есть аскетическая, конечно, литературы очень много, это хорошо, это слава Богу. Но вот истории нашей Церкви, что в ней произошло и что изменилось, вот этой литературы, к сожалению, не было. А вопросов было очень много. Вот, и вдруг, случайно, мне мой хороший знакомый дает книгу Бориса Павловича Кутузова о церковной реформе 17 века. Вот, и, конечно, когда я начал читать эту книгу, прочитал я, наверное, ее за один день, или, может быть, даже быстрее, многие вещи, конечно, стали понятны, и я считаю, что Борис Павлович в этом смысле является моим, как бы, духовным учителем, наставником, потому что он действительно совершил огромную работу, он создал такую книгу, которая действительно открывает человеку глаза на те события, которые многое изменили в нашей Церкви после церковной реформы патриарханика. Первое, что меня, конечно, потрясло до глубины души, это сравнение старых и новых текстов, потому что в обычном понимании, в обычном представлении православных верующих тексты после Никонова реформы стали намного лучше, их исправили от тех ошибок, от тех недоразумений, которые в этих текстах находились. Но когда я стал читать книгу, а там чем эта книга интересна и хороша, я считаю тем, что там самому читателю предоставляется возможность лично сравнить. Не просто выводы какого-то архиерея или священника, или специалисты языковеда, а ты просто, вот один столбик – это старый текст, другой столбик – это новый текст. И буквально через три минуты волосы буквально, если так фигурально можно выразиться, встают дымом. Ты начинаешь понимать, что действительно произошла в нашей Церкви диверсия, что те тексты были просто обезображены. В некоторых местах, я не знаю, вот, например, послание к Колоссянам, сами рассудите, в старом тексте, ну, славянском, естественно, да, не в русском переводе, а славянский текст, там написано, есть такое место, что Господь соживил нас со Христом в новом тексте, даровав нам всякое грешение. Я когда людям говорю, не верят. Одному батюшке рассказал, он побежал в Болтарь, споткнулся, но не может быть такого, как-то Господь дарвал нам всякие прегрешения. Забежал и действительно дарвав нам всякое грешение. В Никоновском, ну, в до Никоновском варианте, это выглядит совершенно по-другому. Ну, отмыв, отмыв нам всякое грешение. Ну, слово «отмыв» всем понятно, да, а слово «даровав» — это просто, даже не знаю, как сказать, какое-то издевательство, да, вот. Кощенство. Кощенство даже, да, скорее всего. Вот, и подобных мест ни одно, ни два, ну, бывают опечатки, конечно, да, а представьте себе свой кумын, наших богослужащих заказов. Только в чине крещения, вот, в книге Бориса Павловича Кутузова приводится, по-моему, около 60 примеров порчи чина крещения. Действительно, там удивляюще, например, в новом тексте «Крещается Раб Божий такой-то имя рек – моим макоянством». В старом тексте было «от моего недостоинства», да, то есть все-таки огромная разница. «Моим макоянством», то есть крещается Раб Божий, там, «имя рек – моим скверным качеством», то есть моим макоянством. Вот, или там, например, известный текст «Жертву водою попалил еси», да, то есть это уже явное искажение Библии текста, да, потому что Господь попалил и жертву, и воду, мы знаем. Вот, ну, конечно, вот, всем, кому интересно, могут приобрести эту книгу, может, в интернете как-то ее найти, чтобы ознакомиться, да, с этим вопросом. Я думаю, это будет очень интересно, очень интересно. Причем порча коснулась не только каких-то второстепенных текстов, практически весь евхаристический канон искажен. Искажены самые основные молитвы, цари небесные. Вот, например, некоторые считают, что там такая скрытая филиокра, которая появляется, поскольку Борис Павлович не без причин, но утверждает, что Никонова реформа, она носила латинскую окраску, не без причин, то, когда ты видишь некие даже намеки на филиокру, это настораживает. Мы должны всячески как-то от этого стараться, даже намеку свозбегать. Вот, например, старый текст там звучит так. «Значит, царем небесным утешителю души истинной, а в новом тексте души истинной». Да? То есть дух истинный, а истина у нас Христос. Как бы такое косвенное, да? В старом тексте не дух истинный, а дух истинный. Вот, кто чувствует разницу, ну, тот понимает. Кто чувствует родной язык, тот понимает разницу. Вот. И фористический канон тоже, в общем, как-то потерял свою красоту. И, например, херувимская песнь, да? Там песнь приносящая, а в новом тексте припевающая. Ну, знаем, что припевают католики органы. И не отвержен печаль? Да, да. Не отвержен печаль, да. Отложим. Отложим, да. Вот. Ну, я говорю, здесь, если начать переводить эти примеры, то их будет огромное количество. И я не знаю, сколько часов потребуется на то, чтобы... Вот в книге Бориса Павловича Кутузова там приводятся и греческие тексты, чем эта книга интересна, и дониконовские тексты уже после реформы. И дониконовский текст, он очень близко по смыслу практически калькирует. Ну, не буквально, потому что сложно перевод сделать рукавикой. Потому что иногда, чтобы, например, одно слово греческое перевести, надо двумя или тремя словами его переводить, чтобы смысл донести. Вот. Но по смыслу, да, дониконовские тексты, они очень близки к греческому оригиналу. Вот. А послереформенные тексты, они часто просто искажают не только смысл, но и, знаете, красота теряется самого текста. Потому что не только смысл, да, был важен, но еще и сама красота, само звучание текста, оно тоже имело огромное значение эстетическое, духовное. Ну, вообще считается, что одно из имен Божьих – это красота. Что Бог нам открывается, и через красоту, естественно. Вот. Потом очень мне было интересно понять, поскольку я классический музыкант, и играл на скрипке в свое время неплохо. Занимался в консерватории у профессора Белякова Михаила Михайловича по классу скрипки. Я очень хорошо знал классическую музыку, и когда я пришел в храм, я стал ощущать, что она очень тяготит мое сердце. Потому что те чувства, которые она во мне вызывает, либо когда я исполняю ее, либо когда слушаю, эти чувства, они лишают меня сердечного покоя и мира. То есть они лишают меня того, что дает мне Церковь. Вот тот мир Христов, который принес нам Господь наш Иисус Христос, и дает нам этот мир. Музыка, вот когда ты начинаешь входить в это состояние, ты начинаешь даже как-то болеть, и ты чувствуешь, что благодать отходит от тебя. И мне стало очень интересно, почему это происходит, почему музыка и церковность, и истинная молитва, они не совместимы по сути. Я очень долго искал ответ на этот вопрос, и Борис Павлович тоже отвечает. И также об этом можно прочитать в книге Владимира Мартынова «Иконосфера». Я не помню, как она точно называется, но в интернете каждый может набрать. Владимир Мартынов, «Иконосфера и его служение в Московской Руси». Ну, примерно так. Там буквально до глубин разбираются вот эти вот моменты, касающиеся влияния музыки на сердце человека. И говорится о том, как музыка рождается, вообще появляется на свет. И одним из ключевых моментов, мне кажется, в этом вопросе является то, что многие не понимают, что для того, чтобы богослужебный звук зародился в душе человека, душа его должна прийти в состояние безмолвия. И только находясь в этом безмолвии, возможно возникновение богослужебного звука истинного. Вот. Потому что музыкальный звук и богослужебный звук, они имеют разную природу. Музыкальный звук, он приравнивается к помыслу. А с помыслом, как известно, мы должны бороться. Невозможно молиться, Богу истинно молиться. Ну, я уж не говорю о многом сердце, это, конечно, молитва не всем доступная, но хотя бы приблизиться к какой-то молитве, если твоя душа переполнена помыслом. То есть мы, как известно, из творений святых отцов, эти помыслы должны всячески отсекать. И, как пишет Игнатий Бринчаминов, мы должны ум концентрировать на словах молитвы. Или, как он пишет, ум буквально, вы помните, да, ум облагать слова молитвы. Ну, как-то так. В общем, мы должны концентрировать внимание на тексте того, что мы читаем. Вот. И те помыслы, которые в этот момент появляются, мы должны, конечно, с ними бороться. Вот. Так вот, музыкальный звук, он приравнивается к земному помыслу. То есть фактически помыслы и земные звуки, которые находятся в наших, ну, которые мы ощущаем. Вот мы иногда говорим, чувствуя навязчивая мелодия, никак целый день не мог от нее отвязаться. Но явно, что это не Дух Святой, да? Ведь Дух Святой никого не насилует, он не насилует душу человека, и человек не чувствует какое-то напряжение от этого давления и получения святых отцов. А здесь прямо навязчивая какая-то мелодия. Вот это уже свидетельствует о ее как бы ненебесном происхождении. Вот. И, собственно, вся музыка, которую мы слышим вокруг себя, очень много действительно хорошей музыки, талантливых, безусловно. Вот. Но мы должны понимать, что все-таки это уровень земной. Это уровень земной. А все земное да умолкнет всякое твое, как говорится, да? Вот. То есть и земные звуки должны умереть в душе человека, чтобы в его душе его душа стала способной к тому, чтобы в ней возник истинный богослужебный звук. Вот в чем главная такая сущностная разница между земным звучанием инструментов тех же, да, ну и тех же песен мирских, и богослужебного пения. Только войдя в это правильное духовное состояние, человек, которому Бог это дает, то есть это еще особая харизма должна быть от Бога, только в этом состоянии человек может воспеть песнь Богу разумно, да, как псалмопевец научает вас, пуйте Богу разумно. Вот. И знаменное пение, оно как раз и является плодом молитв третьего образа по Симеону Новому Богослову. Молитва третьего образа это когда ум не сходит в сердце, и там происходит встреча, в общем-то, фактически с Богом в сердце. Сердце это то место, где человек встречается с Богом по-настоящему. Вот. И находясь в этой молитве, соответственно, и рождается вот эта вот небесная, небесная песня. И вот наша Церковь Русская Православная, она имеет это великое сокровище духовное. То есть святые отцы Русской Православной Церкви оставили нам это сокровище, чтобы мы использовали это средство для спасения своей души. Потому что если мы еще не находимся в третьем образе молитвы, то когда мы начинаем слушать такое правильное пение, канонически правильное пение, или пытаемся как-то даже сами петь таким вот образом, то сама эта мелодика, сама эта структура пения, она настраивает нас на правильную непрелестную молитву. в 17 веке, как мы знаем, было введено портесное пение, которое пришло к нам с запада. Святитель Игнатий Бринчанинов называет это пение западным струком на православном храме. Я думаю, что это достаточно сильное свидетельство. он пишет, что только знаменный распев может действительно достойно достойно быть иметь право присутствовать в новослужении. Только знаменная пение. Ни в коем случае не протестная пение, потому что оно и строится по другим законам, по закону минора и мажора. А знаменный распев используется модальный строй, как мы знаем. То есть он и не мажорный, и не минорный, как говорили ацит. Это радостно-печальное состояние. Радостно-печальное в этом состоянии мы должны пребывать. Мажор, как известно, он отражает плотское возбуждение. Это радость такая плотская. А минор это печаль, но не по Богу, а печаль, которая приводчиков смерти. К смерти она печаль. И когда этими ладами пытаются изображать духовную реальность, то изначально сам лад окрашивает эти песнопения в неправильную окраску. Не в том настроении, которому нужно об этих вещах говорить. соответствует тексту. Не соответствует тексту. Как пишет Игнатия Бринчанина, пасхальные песнопения как плащ на гробные. Это ему буквально славно. как плащ на гробные. Многие песнопения пасхи. Поэтому возникает вопрос собрались люди праздновать Пасху, такие замечательные слова. Удивительные совершенно восслужения и вдруг какая-то печаль. Какой-то минор. То есть какая-то извините шизофрения. То есть раздвоение содержание и форма. Вот к чему собственно привело нас переход на партестное пение. Сейчас это многие начинают уже понимать, начинает возрождаться знаменный распев. Вот и мы тоже пытаемся как-то петь знаменный распев. Вот даже недавно издал книгу. Да. Это литургия золотого века русской святости. то есть это где-то вот 15-16 век так примерно этими песнопениями молились наши певники. Вот и конечно когда начинаешь когда начинаешь петь знаменным распевом то даже вот многие замечают по пели пришли в одном состоянии. Не всегда это состояние правильное потому что мы за неделю приходим на службу раз в неделю за неделю там что только не подумаешь всякие полосы приходят душа она оскверняется может загрязниться но после того как мы поем знаменным распевом мы ощущаем вот как камень отворили от гроба как будто что-то такое происходит с душой и облегчение сильное наступает действительно становится как-то очень легко помыслы начинают убегать то есть какое-то состояние удивительное причем это все ощущают вот у нас в хоре есть человек который говорит он еще и портесом поет мы достаточно с любовью относимся к поискам человека потому что надо подождать чтобы человек сам осознал себя пропустил он еще поет в другом хоре и он такую интересную вещь сказал я портесом когда попою в хоре мне потом грустно когда знаменным попою мне почему-то появляется внутреннее спокойствие и радость вот такое свидетельство интересно вот ну а как вообще вот этот переход к знак переход к протестному пению на ваш взгляд вообще какие последствия имел для духовной жизни в церкви в общем и с чем связан этот переход к протестному пению не является ли это воздействием на церковь латинской ереси ну как совершенно правильно на мой взгляд утверждает Борис Павлович Кутузов Никонова реформа она действительно имеет латинскую окраску потому что все эти новые обряды которые вошли в нашу церковь на наши чины обливанство да это же латинское нововведение по 13 веку до этого христили только полное погружение вот тригуба и лимуя тоже латинский обряд вот даже молитва разрешительная при таинстве покаяния да и ас и ирей данные мне власти прощаю разрешаю те от себя грехов эта молитва тоже была взята Петром могилой еще в свое время известным митрополитом и прямо из католического древника и этой молитвы католической заменили православную молитву прощает тебя Христос невидиму и ас грешную вот эта молитва стала почему-то неугодной а то ли власть надо было подчеркнуть и ас и ирей да не знаю почему но вот заменили вот и не только это а очень много много чего в том числе и конечно портесное пение потому что это было в общем-то латинское измышление да вот так молиться но к чему это ведет я считаю что портесное пение это путь прелесть почему потому что оно сообщает нам настроение недуховное и в чем почему человек может прелеститься да потому что он приходит в храм видит батюшку да видит богослужение текст все слушает стоит а то настроение которое передает ему вот эта музыка портесная она имеет то есть она как бы изошла из людей не находящихся в святом духе а человек который находится в святом духе он не может сотворить ничего духовного это же в общем-то пишут об этом все отцы чтобы родить духовный плод можно стать духовным вот в чем принципиальная разница то есть композитор он сочиняет музыку а настоящая икона настоящий образ истинный церковный образ это не сочинение кого-то это откровение первого образа то есть вот в этом ключевая разница между портесным пением сочинительством как таковым то есть не требуется аскетического подвига голова наполнена музыкальными помыслами не небесными которые могут прийти только после того как эти земные помыслы во мне угаснут сегодня кстати интересный день сегодня три отрока и пророк Даниил это тоже кстати очень символично потому что три отрока воспели песни Господа в пищи а вот эта печь этот огонь он ведь символизирует как бы клирос а огонь символизирует то что должны сгореть в этом огне все земные представления и образы земные да и только тогда возможно воспеть песнь Господа которую они воспели и не были попалены эти ванны так что видите как-то интересно такой день не только у вас но и с этой точки зрения да что такой тоже символический момент ну вот об этом пишет замечательный Владимир Мартынов в той книге о которой я упомянул обязательно почитайте ее потому что это очень глубокая духовная книга касательно искусства музыки помыслов и так далее вот то есть возвращаясь к тому о чем мы говорили да портесное пение то есть не надо поститься не надо молиться не надо творить Иисусову молитву чтобы отознать эти все полосы нечистые очистить свое сердце от страстей а можно жить обычной жизнью и если ты одарил в этом плане то ты можешь сочинить Чайковский сочинял Бортянский и другие композиторы как мы знаем вот естественно они применяли запрещенные в церкви лады запрещенные опять-таки мажоры минора которые мы тоже говорили мажоры минора вводят либо в состояние печали либо в состояние какого-то такого плотского восторга которое конечно к духовному состоянию не имеет никакого отношения да в чем опасность опасность в том что придя в храм и начал слушать такое пение человек может подумать ведь дело в том что искусство оно особенно музыка особенно звук оно минуло как бы разум человека оно прямо идет в сердце и сообщает ему какую-то информацию может быть даже неосознанно вот люди которым мешает процессное пение в храме есть такие люди я считаю что они чувствуют что они в правильном духовном состоянии находятся раз у них есть возможность способность увидеть что что-то не то профессор встать постоянно нравится мы знаем из своих лекций апартесное пение как грянут горит особенно перед причащением посмотрите у лекции некоторые апартесное пение наберите он очень хорошо говорит об этом именно об этом вот вот в чем опасность и это апартесное пение оно передает может быть какие-то восторги поскольку оно пришло к нам из католицизма в католицизме как мы знаем с духовностью большая беда произошла на определенном этапе там прелесть стала осознаваться ими как некие благодатные духовные состояния отсюда отсюда там и стигматы и всякие чудеса и прочее и прочее основанные на этом на разгорячении крови и плоти и они принимают это как от Бога состояние и в этом же состоянии писались всякие церковные произведения и так далее но опять-таки здесь обратная связь если композитор находясь в этом состоянии это пишет на нотах потом это исполняется мы принимаем это как заистинное пение и через это минуя даже разум входим в такое состояние то мы входим в состояние фактически этой прелести если нам это нравится то это показатель того что мы больны ну а поскольку церковное пение оно занимает практически не знаю 95% времени богослужения в основном в храме поют представьте себе 2 часа или 3 часа все время что вы находитесь в храме вы слышите как бы вот это вот пение которое родилось в душе страстного человека ну естественно и как-то и на вас это в результате отражает вот вот я вижу в этом основной опасности и вторая опасность наверное в том что мы в этом смысле сближаемся духовно с католиками потому что если нам начинается начинает нравится вот это вот пение ну соответственно как бы мы чем-то становимся единодуховными с ними потому что ведь самое главное то что должно нас с ними различать это понимание молитвы то есть мы даже стремиться к молитве к молитве третьего образа а они все ушли в молитву первого образа поэтому кстати многим и не нравится знаменные пение они ну какое-то скучное что-то я не понимаю вот хожу в этот храм там как хор мне споет я уж подпрыгиваю там да меня трясет мурашки по телу ох спели так это херубимскую что у меня слеза вышибла да причем женщины начинают плакать вот эта слеза вот эта чувственность развивается да и люди не понимают что это беда на самом деле во-первых дар слез это редчайший дар который как правило дается мужчинам а тут плачут женщины все вот я помолилась я там плакала я там падала я там не знаю еще чего к сожалению вот вот знаменное пение оно как бы ну поскольку оно в рамках определенного канона оно как бы вот исключает эту возможность то что человек стоит и либо он уйдет из храма либо он останется если он останется он обязательно оно как будто погружает в это правильное состояние да и есть надежда на то что он все-таки через это внешнее да внешнюю форму правильное он войдет и в правильное духовное внутреннее состояние вообще надо понимать что и церковное пение как говорил Сергей Хемцеровский и другие какие-то благочестивые обряды они ведь нам даны как средства да через которые мы обретаем вот эту небесную благодать а церковное пение это не сопровождение службы как некоторые думают да что мы молимся здесь вот я тут молюсь они там внешне чтобы мне было повеселее так не грустно они меня там подпевают да но это выглядит уже совершенно конечно смешно это как в кафе мы зашли в кафе и музычка нам что-то так нас немножко веселит а мы тут разговариваем вот на самом на самом деле знаменный распев это и есть молитва в которую мы должны немощные грешные стараться как-то войти погрузиться в это состояние и в правильный правильный дух уплатить Господь нам естественно поможет потому что собственно церковь она и стоит для того чтобы мы с Божьей помощью обретали небесную доброзадь мы сказали лишь часть последствий которые получаются после перехода церковной традиции к светскому искусству или правильно сказать к латинскому к латинскому прелести к латинской прелести то есть мы знаем что этот переход имеет также внешние выражения на лицах людей насколько мне известно от этого обвинения латинянам было то что они повреждают броды свои а ведь мы есть заповедь и знаем о том что не повреди край броды твоей тоже какой-то смысл это уже все-таки был кроме того на мой взгляд безусловно переход к светскому искусству и искушает человека вести светский образ жизни в ограде церкви дерзает повредит дух священнослужителей которые сегодня наши дни спокойно легко сбрасывают себя все священнические одежды а некоторым из них подресник просто мечтает жить он едва ли с трудом хотя все эти одежды тот же подресник это величайший дар Божий который истинный христианин не хочет всегда хочет чтобы был с ним как некая града духовная вот соответственно мы видим дальше что согласитесь вевы что вот это искажение традиции церковной в сторону светского искусства ведет также и к забывению канонов церкви мы же видим что сегодня книгу правил можно купить с большим трудом и просто не найти сегодня и дальше это ведет к тому что православные христиане потеряли понимание обязанности быть на защите благочестия если они перед лицом сами видят преступление против церкви а мы же сейчас видим что все молчат вот была недавно встреча патриарха с изуитом где патриарх назвал изуитом своим братом это о чем это нам говорит где осуждение латинской ереси декларации по сути является грехом греховностью предков наших святых и так далее вот можете ли проследить вот эту цепочку и показать ее раскрыть ее перед нами ну я думаю что между тем что вы сказали и тем что мы видим то что происходит в церкви есть конечно прямая связь и между расколом 17 века и изменением церковной традиции пения и не только пения естественно почему потому что когда повреждается дух человека через пение через неправильные иконы католические которые тоже вошли в наши храмы и святитель Игнатий тоже об этом замечательно пишет тоже называя кстати эти католические образы которые писали часто с каких-то сумасшедших психопатов бесноватых там и даже любовниц художниками были любовниц они с них писали богородицы но это действительно выходит до всяких рамках и конечно но кого мы можем увидеть а это же все опять-таки идет в нашем сердце вызывает у нас неправильные чувства то есть все идет как Господь очистит внутреннее своя и внешнее станет чистым вот когда мы через внешнее оскверняем внутреннее и говорим что это хорошо и люди принимают вот эту прелесть как за истину то фактически мы уже не Христу поклоняемся и молимся хотя говорим Христос ведь инославные тоже говорят Христос но когда посмотришь на протестантское объяснование да удивляешься какой же это Христос у них там такой скачет до потолка бесится орет слова то вроде благочестивые но какой дух при этом мы видим ужасное совершенно зрелище вот до чего можно дойти со словами о Христе поэтому очень важно вот именно сохранять правильную традицию правильную культуру которая сообщает нам правильное духовное состояние когда он повреждается потом уже конечно и когда дух человека поврежден он не видит истины молится фактически другому Богу к сожалению то тут уже мы видим вот эти все проявления о которых вы говорите они становятся совершенно возможными вот и произошла действительно подмена многих понятий не только там церковное пение например послушание путают с подчинением вот а это ведь совершенно разные вещи подчинение это подчинение послушание это послушание мы должны слушаться Господу мы должны слушаться святых отцов и сравнивать их учения с тем учением которое нам предлагает кто-либо да сегодня даже патриарх надо смотреть согласуется ли его поведение учения с тем о чем говорил Ян Кронштадтский например Серафим Сторонский то есть все наши святые Игнатий Брянчанинов вот вот надо на что смотреть если мы видим несогласие если действительно папа римский и католики становятся для нас братьями и мы своих предков считаем что они не могу заблуждались да конечно как люди как людей мы должны любить всех людей безусловно и католиков да и язычников это понятно это понятно всем но мы должны все-таки ограждать свое учение от тех почему патриархизм опасен он опасен прежде всего потому что он искажает дух нашей меры искажает и догмат искажает и водит действительно людей и ведет не по правильному пути потому что если действительно прелесть принимается за истинное духовное состояние то есть погибельное состояние принимается за правильное духовное состояние то вот в чем главная опасность католицизма на мой взгляд поэтому тут надо все время как-то об этом говорить то есть не ненавидеть католиков как людей среди них тоже много искренних людей которые попали как говорится судьба так сложилась у них что они оказались там но если мы не будем об этом говорить если мы будем подражать им их иконопить их пению там и так далее и так далее а очень много за что нас ругают старообрядцы что очень много латинских обрядов вошло в том числе и молитвы разрешительные но возникает вопрос с какой стати зачем это надо было делать чем православная молитва хуже католическая и какая такая великая нужда была чтобы менять один текст и конечно все это поскольку на культурном уровне мы очень сильно с ними после Никонова реформа объединились на культурном уровне а культурный уровень он подразумевает некое духовное единство потому что он несет определенное настроение состояние то какие-то вещи становятся типа того о чем вы говорите они становятся возможными основная мысль которая была внушена после Никонова реформы христианам православным в нашей церкви то что внешние обрядовые формы совершенно не важны и не имеют никакого отношения к спасению главное то что внутри а внешне это хоть портесом хоть на голове стой главное вот это на самом деле все конечно не так благочестивые обычаи обряды они очень объединяют попробуйте кому-то руку не подайте ну вот я имею ввиду в обычной ситуации и сразу насторожит человек сразу что-то вы как бы даже обидите этим согласны так и обряды они же объединяют они делают нас едином вере или там не так пальцы сложи уже напряжение возникает и те люди которые говорят что это не важно в жизни в жизни когда мы смотрим поведение оно совершенно противоположно тому что они говорят очень важны для них обряды попробуй не так пальцы сложи и все он с тобой даже молиться не а только что говорил что обряды не важны священник при совершении таинства крещения взял и не довел обряд до конца не погрузил а полив и мы знаем какие канонические последствия это имеет например изобращение священника служения где 10 правило если он так был покрещен обливанием вообще стоит вопрос совершенств крещения то есть известно что как вы говорили до 1620 года даже была традиция не считать этих людей крещенными совершенно верно да до середины 17 века действительно крещенных не по канонам православной церкви то есть не в три погружения и не во имя отца и сына святого духа их заново крестили вот и по этому поводу были даже конфликты потому что наши некоторые царские особы да вот или их дети они хотели например жениться или выйти из-за кого-то замуж да а с той стороны заграничный принц например он был протестантом крещен обливанием да и патриарх отказывался их венчать потому что надо было отречься от ереси да вот насколько церковь она была сенаторна и в обливанстве естественно там присутствовало да обливательное крещение католическое кстати которое у нас сейчас процветает церковь к сожалению несмотря на все запреты несмотря на то что патриарх Алексей II об этом говорил да в 2000 году все знают и читали даже один батюшка говорил что понастроили баксистерию да и все равно крестит обливание опять-таки проблема вся в том что людям ну священникам и мирянам кажется что внешние формы они совершенно не важны главное чтобы человек жизнь свою исправил и стал жить правильно а вот это вот как он крещен совершенно не важно но это от незнания канонов православной церкви от незнания своей веры православной ну вот на самом деле до реформы это было очень важно это как вот извините как портестное и знаменное пение да я думаю здесь понятно почему должно быть знаменное пение точно так же и таинство ведь это тайна если Господь нам говорит о том как она должна совершаться да каким образом то есть наличие веры укрещаемого прежде всего и потом в три погружения ведь вода освещается специальным образом да ведь это таинство предусматривает то что ты должен полностью погрузиться да в эту воду освещенную да ну как я своим умом буду что-то менять что-то выдумывать что-то оправдывать это мне кажется какая-то дерзость и безумие какое-то просто человеческое можно такой пример привести вот давайте мы с вами сейчас изобретем новую форму таинства причащения например да мы начнем утверждать что давайте причащаться не внутрь из лжицы да а давайте мазать просто руку например причастием нам скажут ну вы что с ума сошли это традиция это предание церковное именно внутрь да принимать причастие мы скажем нет ничего страшного ученые доказали что через кожу тоже проходит вещество нам скажут ну вы что с ума сошли мы скажем да вы обредоверы какие-то вы все неправильно понимаете да не будем утверждать это но если это мы скажем нас скажем быстренько предадут анафеме да и слава богу ну вот а если в эту ересь попадут какие-то верах ну как в этой ситуации тогда вот так вот взбрело в голову что это что это ну а почему бы и нет можно заразиться можно ведь заразиться из общей чаши а тут как бы помазал и не заражается никто и замечательно всем да тут должен вас огорчить и сказать что именно это и произошло сегодня сегодня патриарх не стесняется перед камерами всего мира на весь мир назвать иезуита братом вас спроси сегодня любого православного человека тебе иезуит брат вот вас спроси да понятно ответ нет что ты что ты нет нет ни в коем случае не к ночи будут помянут да господи не к ночи будет помянут ни в коем случае вот это не будет или например сегодня патриарх и архиерея но прежде всего патриарх утверждает что как только в органах ЗАГС тети пометил о расторжении регистрации брака церковный брак прекратился он потерял сначала все свободны и при любом деле встают под венец вот слышали слышали ли вы об этом еще знаю что рад тому что как вы сказали вы уже видели наши труды нашу работу службы духовной безопасности может быть движения расслаблен как вы относитесь к преданию патриарху церковному суду Русской Православной Церкви и насколько это сегодня необходимо вы знаете я считаю что умеряне должны конечно активизироваться вот я когда читаю древнюю литературу по-другому себя совершенно вели не церковно служители у нас какое-то сейчас такое знаете мы смирение кстати это может быть тоже из-за католических икон когда мы смотрим на католические иконы там смирение изображается пришибленностью каком-то какие-то пришибленные такие подобострастные лица знаете такие человекоугодливые может быть смотрит на эти иконы думаю наверное я такой должен быть и пение такое же ох 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 а там что-то такое вот такая духовность и наверное я и должен быть таким как люди уже смирен может быть конечно в этом есть какая-то натяжка но все равно образ влияет у человека и человек становится таким или это какая-то уже традиция сложилась то есть во-первых потерялась общение жизнь потому что реформа в основном это были крупная община и без общины не мог же человек быть христианином считаться но сейчас какой-то индивидуализм церковный развит я думаю так я думаю это все какие-то знаете то есть нет какого-то народа какая-то толпа приходит каждый думает свое что не голова то своя вера какой-то цитут кстати нет единого понимания единой веры все это от раскова пошло потому что когда нужно оправдать латинские нововведения тут конечно изобретают все что можно так можно это что касается высшей законной власти я не могу сказать что я силен в этих канонах не очень знаком то есть можно это делать или нет но в любом случае из истории церкви могу сказать что люди очень я помню даже какой-то эпизод связанный со вседентскими соборами когда приехал патриарх какой-то и была ересь и народ его не выпустил из храма пока тот не подписал что он против этой ереси понимаете вот это действительно для нас пример представляете приезжает куда-то патриарх Кирилл и мы закрываем двери камеру ставим и говорим вот пока не отречешься от латинской ереси не скажешь что папа иезуит это наш враг только тогда выпустим из храма и это православные люди были тогда и мы православные мы можем сравнить это православие как это назвать что это они дерзкие были люди или наглые или что мне кажется все-таки наше поведение вот такое знаете мы все на все смотрим сквозь пальцы какое-то розовое православие все-таки какие-то мы теплохладные мне кажется в этом отношении надо быть более горячими надо бороться за свою веру бороться бороться за нее за чистоту православия но может быть конечно все-таки не впадая в маразм как это часто бывает да все-таки как-то надо все-таки разумно тоже это делать но все равно надо что-то нам обязательно делать может быть то что вы говорите да то есть надо как-то со всех сторон возвращаться к каноническому православию Каноническому православию. И не поддаваться на те искушения, которые к нам идут сверху. А вообще надо понимать, что все ереси в церкви появились, либо от патриархов, это вот такая интересная вещь, иконоборческая ересь, да? Император вдруг ему показалось, что иконы это идолы. И тут же 338 греческих епископов, ну цифра примерно, ну где-то такая, то ли это где-то половина греческих епископов тогда подписываются под этой ересью. Ну что это такое? Ну где ваша вера? И сейчас мы то же самое видим, да? Приказ сверху, все молчат. Кстати, когда Никонова реформа была, тоже удивительный момент. Только один Павел Коломенский, епископ, сказал свое слово. Ну за что? Предание, вроде говорят, был сожжен. Вот такая судьба. Ну, стал мучеником, зато исповедником. Вот поэтому, но миряне, миряне, они, вот, кстати, как раз-таки пишет об этом митополит Иоанн Снычев, о том, что то, что произошел раскол в церкви, свидетельствует о глубокой вере нашего народа. То есть, о небезразличии его, да? Потому что когда они увидели то, что начало происходить, да? Когда начали вводить католические обряды, сразу произошло восстание, да? Сразу протест. Нам, естественно, объяснили это, что это некие темные люди, да? Ничего не понимающие. На самом деле, конечно, все это не так. Да и собор нашей церкви поместной 1971 года, который определил Никонову реформу как ненужную, да? Локу и поспешную церковной обрядности, фактически отменил все порицательные выражения, кем бы они ни изрекались, да? То есть, наша церковь признала свою ошибку в Северном году. Зарубежная церковь покаялась в 1974-м, да? То есть, это говорит о том, что наша церковь еще может, может выстоять в этой борьбе против латинской ереси Аминь. Валерий, я благодарю вас за этот рассказ, за это общение. И вижу вас, соратника нашего общего соборного дела на защите благочестия и правды. И думаю, вот эта православная общность, соборность, которую мы именовали службой духовной безопасности, потому что это не служение, оно как раз и будет содействовать тому, чтобы каждый православный человек на месте был вольным защитником благочестия. И я очень прошу вас присоединиться к нам, быть вместе с нами. Ну, я уже и так с вами буду. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok